Основная причина – банальная невнимательность. Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов было зарегистрировано сотрудниками госавтоинспекции на прошлой неделе. Более подробно о причинах и следствиях аварии расскажет Евгения Салхудинова. Неумолимые цифры дорожной статистики. Сразу два велосипедиста оказались под колесами авто на прошлой неделе. Первое ДТП произошло у дома номер 2 по улице Грязнова. Здесь, на регулированном пешеходном переходе, водитель автомобиля «Лифан» сбила 16-летнего подростка, который, кстати, переезжал переход на велосипеде. Парню повезло, он отделался лишь синяками и ссадинами. В результате этого происшествия несовершеннолетний велосипедист, 16-летний подросток, получил телесные повреждения. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Сотрудниками госавтоинспекции водитель была привлечена к административной ответственности по статье 12.18 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении за непредоставление преимущества движения велосипедисту. В отношении велосипедиста сотрудниками госавтоинспекции также был составлен протокол за нарушение части 2 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, так как он пересекал пешеходный переход в нарушении правил, не спешившись. Местом 2-го ДТП стала улица Индустриальная, перекрёсток у дома номер 4. Случилось всё в 11 часов 5 минут. Велосипедист Владимир Бушмакин, непосредственный участник аварии, рассказывает, он двигался по главной дороге. В какой-то момент заметил выезжающую с прилегающей территории машину, которая притормозила. Мужчина подумал, что водитель его пропускает и смело продолжил путь. При выезде уже на перекрёсток увидел, что водитель продолжил движение. И вообще на меня не обращает внимания. Я пытался уйти из столкновения, сдал справа, затормозил, но пока меня водитель не ударил, он не остановился. Ну и, соответственно, я улетел на бордюру, на тот велосипед отлетел, на пешеходный. За рулём автомобиля «Лада Веста», наехавшего на велосипедиста, находился 64-летний магнитогорец с водительским стажем 41 год. Водитель потом вышел и сказал, что он меня не видел. Я, говорит, остановился здесь, посмотрел влево-вправо, машин нету. Машин, да, не было. Я тоже посмотрел перед перекрёстком назад, вперёд, машин не было. Также водитель говорит, я машин не видел и поехал дальше. Тебя я не видел вообще. В результате аварии Владимир получил ссадины и ушибы. Говорит, повезло, что скорость движения автомобиля была невысокая, и что удар не пришёлся в голову, ведь защитного шлема на нём как раз не было. По двум фактам ДТП в данный момент сотрудники госавтоинспекции проводят административные расследования, чтобы установить все причины и обстоятельства. Всего же за 8 месяцев текущего года на территории Магнитогорска уже зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов. Из них 14 с пострадавшими, четверо из которых — дети. Для сравнения, в прошлом году за тот же период времени произошло всего 14 подобных ДТП. Травмы получили 9 человек. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.